Добрый день! О том, как организуется разработка лекарственного препарата, какие исследования проводятся в ходе разработки этого препарата и какие исследования проводятся вообще, мы поговорим немножко о наблюдательных исследованиях. Я сразу же подчеркну, что все лекции, которые сейчас начитываются, это абсолютно открытые лекции. Их можно найти в открытом доступе. Просто наведите свою камеру на этот QR-код и вас выбросит на ресурс, на котором они выложены. Там же появятся в дальнейшем и какие-то дополнительные материалы, лекции в формате ППТ, поэтому можно с ними делать все, что угодно. Это ваше, то есть их можно распространять и копировать, я не знаю, раздергивать на части, использовать, если вы считаете возможным, это для меня наоборот часть, какие-то отдельные слайды, даже без ссылок на автора. В случае каких-то вопросов, каких-то уточнений, пожалуйста, вы можете со мной связаться. В предыдущей лекции давал адрес электронной почты oleg.talibov.gmail.com. Можете найти меня в фейсбуке, в инстаграме, в линктыне, в твиттере. Я абсолютно открыт для контактов. А сейчас мы поговорим о том, как разрабатывается лекарство и что ему нужно сделать, что с ним нужно сделать для того, чтобы вывести его на рынок. Вот такая диаграммка. Я много-много уже лет демонстрирую эту диаграммку, потому что она впервые была опубликована в 2001 году в журнале Applied Clinical Trials. Но, несмотря на ускорение этого процесса в некоторых областях, процесс по-прежнему достаточно медленный и трудоемкий. И вот смотрите, вот это годы, а вот это стадии процесса и еще вероятность успешности. Давайте начнем с того, что у нас появляется некая молекула в виде концепции. Мы считаем, что у нас есть молекула, это молекула кандидата лекарства, она обладает какой-то, возможно, биологической активностью и, может быть, от чего-то нам поможет. Может быть, она в дальнейшем станет лекарственным препаратом. Мы ищем новую молекулу разными путями. Мы ищем ее путем поиска в природе. Мы пытаемся модифицировать существующие молекулы за счет внесения в их структуру каких-либо изменений. Имея данные о структуре, например, рецептора, мы можем путем направленного синтеза пытаться синтезировать молекулы, которые, с нашей точки зрения, имеют шанс связаться с этим рецептором. Мы можем идти путем компьютерного моделирования. Примерно месяц назад, очень больше, может, два месяца, интересные данные были, что искусственный интеллект, перебрав банк данных, имеющихся сейчас молекул, выбрал из них несколько молекул, которые могут являться потенциальными антибактериальными препаратами. Короче говоря, от 2 до 5% молекулы у нас доходит до стадии лабораторных испытаний. И в это же время, когда начинаются лабораторные испытания, то есть это испытания доклинические, это испытания на лабораторных животных, начинается процесс патентования. Мы с вами не юристы, нас скорее тут заинтересуют две вещи. Первое, это что закрывается патентом. Патентом закрывается, основной патент получается на способ применения молекулы. Грубо говоря, способ лечения, не знаю, COVID-19 таким-то препаратом. И второй вопрос, это сколько времени длится этот патент. Я не думаю, что это будет сейчас относиться к COVID-19, потому что это общественно опасная инфекция, стремительно распространяющаяся. Но в целом патент в разных странах по-разному, но в целом где-то это длится 20 лет. То есть 20 лет компания, которая разрабатывает молекулу, имеет на то, чтобы разработать молекулу, дотащить ее до рынка, начать ее продавать и по возможности покрыть расходы, ну и естественно получить прибыль за то, что эта молекула была разработана. Начинаем, да, с лабораторных животных. Ну, извините, рисую как умею. Насколько, в принципе, данные с лабораторных животных могут быть перенесены на человека? Знаете, есть такая шутка распространенная, на 50% человек это банан. Действительно, человеческие гены с бананом совпадают, с генами банана совпадают на 50%. Ну, так я вам скажу, что и с яблоком на те же самые 50% и даже с кукурузой еще больше. С собачками мы совпадаем на 90% генов. С грызунами на 96% генов. Ну, естественно, ближе всего к нам обезьянки. То есть это оптимальная лабораторная модель была бы, если бы с ним не было так сложно работать. Итак, мы начинаем эксперименты на лабораторных животных. И первые серийные эксперименты это эксперименты токсичности. То есть, грубо говоря, нас интересует, насколько наша новая молекула эффективно убивает лабораторных мышей, к примеру. Да, это такие сложные, ну, с этической точки зрения, возможно, сложные эксперименты. Но деваться некуда, потому что, если мы не будем экспериментировать на лабораторных животных, нам придется экспериментировать уже на человеческой популяции. Мы выбираем при однократном приеме летальные дозы, при многократном приеме. Сразу скажу, что для некоторых препаратов летальных доз, в принципе, подобрать не удается. Это не токсичные абсолютно молекулы. Мы смотрим однократную токсичность. Токсичность при хроническом применении, токсичность при длительном применении. Смотрим, не вызывает ли молекулы, новые молекулы злокачественных новообразований. Не обладает ли она канцерогенным каким-то эффектом. А дальше будем смотреть, как она влияет на репродуктивность, на фертильное поведение. Насколько наши кролики в эксперимент с удовольствием вводят. Хорошо размножаются. Насколько наши кролики не теряют способности и, самое главное, желание размножаться, когда они принимают эту молекулу. Дальше переходим к более серьезным животным. Нужны более крупные модели, потому что нужно оценить физиологический профиль лекарства и фармакологический профиль. То есть, абсорбция, дистрибьюция, метаболизм и элиминация. Здесь мы берем животных покрупнее, начинаем от крыс кроликов, переходим к собакам и к мини-пигам. Можно было бы экспериментировать, наверное, не на большой свинье, но вы же представляете себе, что, во-первых, это свинья, а во-вторых, свинья, животное, достаточно прожорливое и опасное просто в эксперименте. Да, сразу оговорюсь, собачек мы берем линейных, чаще всего бигли, например, используют, потому что здоровые, ушастые, в меру безмозглые, очень добрые и хорошие, плодятся хорошо в эксперименте. То есть, не на дворняжах, конечно, проводятся эксперименты. И опять-таки, собак в токсические эксперименты, связанные с последующей эвтаназией животного, с последующим его умерщвлением, мы практически никогда не включаем, потому что все-таки друг человек. Эти острые эксперименты в основном проводятся на специально выводимых для этого грызунах. В какой-то момент нам нужно решить, можем ли мы идти дальше, можем ли мы проводить эксперимент уже с участием человека. Идеальной моделью для многих экспериментов, конечно, была бы обезьяна. Но тут есть два момента. Первое, с обезьянами экспериментальные работы, они очень дорогие, и обезьяны, они включаются в работы, где нам действительно нужно понять четко, что происходит с лабораторным животным. Например, сейчас эпидемия нового коронавируса, и нам нужно понять, формируется ли в популяции устойчивый иммунитет. С большой долей натяжки мы можем получать данные на других лабораторных животных, поэтому в такие эксперименты все-таки включаются приматы. Приматов искусственно инфицируют, и после этого, когда примат уже переболел, по температуре покашлял, через некоторое время его делают попытку инфицировать. Второй раз смотрят, сформировался ли иммунитет. Ну, кстати, такой спойлер, опубликованные данные благоприятные, то есть иммунитет к нему у приматов формируется. Человек-то точно такой же примат, так что в этом плане надежды хорошие. Но дальше мы должны уже идти к человеку, то есть мы должны провести следующую серию исследований на человеке, мы должны решить, можно ли молекулу давать человеку. Это называется эксперимент клинических испытаний первой фазы. В клинических испытаниях первой фазы мы ставим перед собой несколько задач. Ну, естественно, задача безопасности. То есть, да, мы приходим в это испытание, особенно если в него включаются здоровые добровольцы, мы приходим в это испытание только в той ситуации, когда мы понимаем, что лекарство для человека достаточно безопасно. То есть, 99,9% в периоде уверенности, что ничего сверхъестественного с этими здоровыми добровольцами не произойдет. Вторая задача – это решение вопроса, это описание фармакокинетики препарата. То есть, фармакокинетики при его однократном применении, а в дальнейшем фармакокинетики при его курсовом применении, если лечебное действие препарата предусматривает его курсовое применение. Мы подбираем в этих исследованиях дозу, мы на разные дозовые режимы проверяем. В некоторых случаях мы можем оценить фармакодинамику препарата. Это либо ситуация, когда препарат влияет на какой-то конкретный биохимический маркер, к примеру. Ну, скажем, на концентрацию какого-нибудь цитокина в крови. Либо мы можем приглашать в исследование так называемых пациентов-добровольцев. В каких случаях это бывает? Ну, скажем, новый препарат для лечения бронхиальной астмы. Он расширяет бронхи, повышает скорость форсированного выдоха. Если мы будем его давать здоровому добровольцу, мы оценим профиль безопасности, но мы не получим предварительной оценки профиля эффекта. Просто потому, что у него бронхи без того расширены. Куда их расширять еще? Они и так имеют нормальный диаметр. И в этом случае в такое исследование включается так называемый пациент-доброволец. Он точно так же получает деньги как здоровый доброволец. Но на нем проводится этот эксперимент еще для оценки изменения функции внешнего дыхания. И бывает вторая ситуация, когда мы включаем в исследование первой фазы пациентов, а не здоровых добровольцев. Это когда препарат потенциально токсичен. Когда препарат нельзя давать здоровому добровольцу, потому что мы в любом случае получим у него побочные эффекты. К примеру, онкологические многие препараты, цитостатики, они бьют по площадям, они останавливают пролиферацию всех активно делящихся клеток в организме. В этой ситуации включаются онкологические больные, у которых есть какая-то злокачественная опухоль, которая уже не ответила на имеющиеся опции, на имеющиеся линии химиотерапии. И дополнительным нашим медическим извинением, что мы включаем больного человека в эксперимент первого тазирования препарата, не имея данных вообще никаких о нем еще у человека, является то, что мы пытаемся этому человеку помочь. То есть мы не только ставим эксперимент, но мы применяем новое лекарственное средство. Возможно, оно поможет, и такие случаи бывают, поможет при лечении его опухоли. В общем, где-то несколько десятков или пара, тройка, сотен человек включаются в программу испытания первой фазы. Сейчас программы становятся более разветвленными, даже включается уже и побольше человек. Есть такое понятие, такой жаргонный термин испытания нулевой фазы. Но их называют нулевой фазой тогда, когда говорят о микродозировании. То есть когда человеку на первом этапе берется несколько здоровых добровольцев, им вводятся дозы препарата, которые там 50-100 раз ниже тех, которые в дальнейшем будут испытываться. Просто для того, чтобы всегда быть на безопасной стороне, для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие препарата, если что-то случается у человека на незначительных дозировках. Вот что мы получаем из исследования первой фазы. То есть, ну вот, например, мы исследовали три дозы условно. Фармакокинетическая кривая после однократного дозирования, первая доза, второй доза и третьей дозы. Ну, описываем базовые фармакокинетические параметры, о которых мы уже говорили на одной из предыдущих лекций. На предыдущей лекции. Дальше мы на предыдущей лекции тоже говорили о том, что необходимо оценить влияние пищи на обсасывание лекарственного препарата. Вот я там показывал график, когда после еды концентрация резко препарата, биодоступность его резко возрастала, чем препарат при приеме натощак. Это был липофильный препарат. То есть, мы даем добровольца натощак препарат, берем кровь, строим кинетическую кривую, потом кормим его вот этим самым завтраком FDA, тестовым жирным завтраком, где 50% почти что калорий получается из жиров, и смотрим, как он влияет на всасывание препарата уже после еды. Дальше мы начинаем исследование с многократным дозированием препарата. Ну, вот видите, тоже доза 1, доза 2, доза 3. Помните, было такое понятие стационарное состояние, стейди-стейд? То есть, когда у нас последующее введение приводит к тому, что вот эта кривая, она ондулирует вокруг какой-то такой вот оси. То есть, мы добиваемся равновесной концентрации. Ну, что можно сказать по этим графикам? Доза 1 стейди-стейд мы достигли, во второй дозе равновесной концентрации мы достигли, а в третьей дозе, видите, у нас короткий эксперимент. Вот мы оборвали его здесь где-то, во всех группах оборвали, но у нас концентрация, она продолжала возрастать. То есть, скорее всего, мы на эту концентрацию уже не пойдем. То есть, у человека, наверное, достигнут предел насыщения метаболизирующих ферментов, к примеру, или каких-то выводящих систем. То есть, препарат просто может скумулировать, эта доза оказалась слишком большой. Поэтому в дальнейшем разработка, например, будет вестись вокруг этих двух доз. Естественно, вопрос, который всегда задается, когда мы обсуждаем вопросы испытаний, особенности испытаний у здоровых добровольцев, это вопрос безопасности этих испытаний. То есть, так прямо говорят, ну что, ну это же опасно. Насколько вообще рискованно давать препарат человеку первый раз, если его до этого никто не получал. Такие исследования, они называются по-английски, ну их раньше называли first in man, первый раз у человека. Но потом женщины возмутились, сказали, что это голый сексизм, и что женщина тоже человек, и сейчас их правильно, политкорректно называть first in human. В 21 веке, ну, наверное, было две достаточно громких истории. Одна случилась в 2006 году при изучении нового моноклонального антитела, когда действительно из восьми добровольцев шесть получали препараты, два получали плацебо, ну имитатор препарата, дающийся в первой фазе для того, чтобы понять, ну, скажем, вы доброволец, вас включили в исследование первой фазы, вам сказали, что вот это вот то, что вы сейчас получаете, пьете, это никто никогда до вас не пил, ни один человек. Вы пришли деньги зарабатывать, вы, естественно, боитесь, у вас стрессовая реакция, там сердце колотится, давление может немножечко подскочить, там кто-то потеет, краснеет, бледнеет. То есть, нужно же понять, это следствие воздействия этого лекарственного препарата или это следствие вот такой вот стрессовой реакции. То есть, поэтому группа плацебо, она тоже зачастую в исследовании первой фазы включается, хотя мы и не оцениваем у пациентов терапевтический эффект. Ну так вот, из восьми человек, которые была начата инфузия препарата, шесть человек, которые получали реальный препарат, они начали жаловаться на жар, распирание в теле, там кто-то начал срывать с себя одежду, короче говоря, все шесть уехали в реанимацию. У них развилось то, что называется цитокиновый шторм. Это массовый выброс цитокинов, то есть, неспецифическая реакция произошла организма на этот лекарственный препарат. Ну и двое из них, в итоге у них там еще проблема возникла, у них в дальнейшем возникло микротрамбирование и развилась гангрена, сухая гангрена дистальных фаланг пальцев рук и ног. К счастью, никто не умер. После этого впервые появилась рекомендация, если вы даете новый лекарственный препарат, проводите исследование first in human, а, пожалуйста, дозируйте так, чтобы сперва получил его один человек, это по-английски называется Sentinel volunteer, доброволец часовой, контрольный доброволец, и только если у него будет хорошая переносимость, дальше включайте уже всю группу. Ну, так вот, чтобы в случае чего предотвратить такие массовые потери. И вторая история была 4 года назад, связана с препаратом, влияющим на канабиоидные рецепторы. Там после прохождения однократного дозирования, в ходе которого никаких проблем не возникло, начали включать добровольцев в исследование с многократным дозированием. Первая группа получала новый препарат в дозе 20 мг в день, она прошла дозирование успешно. Вторая группа начала получать сразу 50 мг в день, был такой вот степ по увеличению дозировки. И 5 из 6 человек, они поступили в стационар с выраженной неврологической симптоматикой, с признаками поражения головного мозга. И один из них, в результате у него была зафиксирована мозговая смерть. Четверо вышли, они вышли в итоге без неврологического дефицита, но с ними пришлось, в общем-то, заставили поволноваться за себя, и с ними пришлось повозиться. У одного развился отек мозга, и он, к сожалению, скончался. У последнего добровольца никаких побочных эффектов не возникло. Это такая забавная, непонятная ситуация, почему он избежал этого. Но когда я говорю забавное, уж поймите, простите мне эту долю цинизма, все-таки мы, давайте не забывать, что мы о людях говорим. Но возникло предположение, что, несмотря на жестокий запрет, он курил марихуану и просто заблокировал себе каннабисом возможный рецепт, метаболитами каннабидола возможный рецептор, на который действовал лекарственный препарат. Вот, пожалуй, две истории 21 века, о которых мы знаем. Так что из сотен тысяч добровольцев, которые включаются в исследование первой фазы, судите сами, насколько это безопасно или опасно. Конечно же, мы проводим эти исследования так, чтобы во главе этих исследований всегда стояла безопасность человека, их участника. А дальше мы должны провести эксперимент клинический, в ходе которого мы будем оценивать то, насколько препарат влияет на болезнь. Да, мы описали фармакокинетические свойства препарата, мы описали его безопасность у добровольца, но мы не описали главного, мы не описали, что он делает с болезнью. Эксперименты грубо можно поделить на две категории. Эксплораторные, разведывательные, и конфирматорные, от to confirm, подтверждать. Эксплораторный эксперимент – это медицинский эксперимент, клинический эксперимент, в ходе которого мы получаем некие предварительные данные об эффективности лекарственного препарата. У нас нет уверенности, что мы наберем достаточное количество наблюдений, у нас даже нет уверенности в том, в каких дозах и в каком режиме препарат лучше выводить. Мы получаем из эксплораторного эксперимента предварительные данные для того, чтобы потом сформулировать условия, сформулировать гипотезу для эксперимента, уже подтверждающего. Эти эксплораторные исследования, еще их называют пилотными исследованиями. Пайлот – это лоцман, это тот, кто прокладывает дорогу, пилот. Не только тот, кто самолетом рулит. Эти пилотные исследования, эксплораторные, получили название разведывательными экспериментами или исследованиями второй фазы. Эксперименты исследования второй фазы дают нам гипотезу, которую мы будем в дальнейшем проверять. Либо приводят нас к тому, что мы просто отказываемся от дальнейшей разработки этого лекарственного препарата. В них уже включаются сотни пациентов. Эти эксперименты многоцентровые, в них включается одновременно большое количество исследовательских центров. Это больницы, поликлиники, лечебные учреждения. Это исследование, как правило, проводится международное. Это очень много исследовательских центров, там каждый включает всего по нескольку пациентов. Тут две задачи. А первая задача, почему нам нужно много центров, мы стараемся как можно быстрее провести этот эксперимент. Ну, чего тянуть-то? И вторая задача, это мы получаем достаточно пёстрый, разнообразный набор пациентов, потому что, если мы будем набирать пациента в каком-то исследовательском центре, потом нам скажут, что, а может быть, здесь просто было влияние исследовательского центра. Вот такие пациенты, какие-то особенности диагностики, может быть, какие-то протоколы лечения или ведения этой патологии специфические для этого исследовательского центра. Не знаю, может быть, просто лучше других или хуже других, в конце концов. Здесь пример исследования, утиритарный пример одного из гипотензивных препаратов, когда просто нужно было понять, стоит этот препарат разрабатывать дальше или не стоит. В это исследование включили всего 200 пациентов. Рандомизировано, то есть случайным образом, там жребий, условно говоря, компьютерное жребий кидали, в какую группу они войдут. Поделили на 4 группы. Одна получала имитатор лекарственного препарата, плацебо. Плацебо произошло от латинского глагола «плацеры» – удовлетворять, доставлять удовольствие или восхвалять. То есть плацебо формально не переводится на русский язык с латыни как «пустышка». Но по сути, да, по сути это пустышка. Это имитатор лекарственного препарата. Ни врач, ни пациент, это было двойное слепое исследование, значит ни врач, ни пациент не знали, кто что получает. Следующая группа, следующие 50 человек, они получали 5 мг препарата, следующие 10 мг и следующие 20 мг. Когда мы проводим исследование, например, гипотензивного препарата, нам недостаточно показать, что лекарство снижает артериальное давление. В конце концов, если бы мы регистрировали препараты для лечения артериальной гипертензии только на основании того, насколько они влияют на уровень артериального давления, ну, наверное, самым эффективным из имеющихся на рынке препаратов был бы признан клонидин, потому что действует жестко, практически без исключений и надежно, и слишком, я бы сказал, даже надежно сбивает давление. Но нас интересуют, естественно, последствия длительного течения артериальной гипертензии. То есть мы назначаем препараты длительно и смотрим, насколько эффективно они предотвращают осложнение исхода артериальной гипертензии, то есть насколько они снижают количество инфарктов, инфарктов головного мозга в популяции, частоту развития сердечной недостаточности, пучной недостаточности. А сами цифры артериального давления, ну, как бы это такой маркер воздействия препарата. Но в исследовании второй фазы как раз таки выбирается маркер, который можно оценить достаточно быстро. Ну и был, естественно, типичный для гипотензивных препаратов выбран маркер, основной уровень снижения систолического артериального давления. Ну, вот смотрите, что мы получили через три месяца. На фоне применения плацебо артериальное давление снизилось, ну, там, примерно на 4 мм тутного столба. Переносили хорошо. Тут все 50 человек, они сохранились в исследовании. 5 мг, 42 человека остались в исследовании, 8 выбыли по разным причинам. Ну, тоже примерно, вот видите, эффект, он практически неотличим от эффекта плацебо. То есть доза, она явно недостаточная. Доза 10 мг, ну, здесь уже было получено некое различие с плацебо, статистически незначимое. Мы чуть позже в двух словах поговорим о значении вот этого вот фатального там P, P меньше 0,05, что это значит. Ну, пациенты его более-менее нормально переносили, то есть доза вроде ничего. И доза 20 мг, тут вот достаточно сильное было снижение, тут мягкая гипертензия, то есть сильно достаточно снизилось давление, видите, на 16 мм тутного столба. Но при этом у нас до конца препарат принимало только 37 человек, потому что 13 человек просто выбыло из исследования, из этого анализа, по причине того, что они просто не переносили этот препарат. Они отказались от его приема, он слишком резко у них сбрасывал давление. Ну, и вот мы можем из этого исследования сделать вывод, что если мы будем искать дальше, что называется, правду, пытаться доказать истину, то дальше мы будем исследовать дозы где-нибудь в районе 10 мг. Сразу оговорюсь, на этом этапе исследования разработку препарата решено было остановить, по причине того, что снижение давления, в общем-то, не очень большое, терапевтическое, ну, как видите, незначительное, то есть чуть-чуть превышаем дозу, и сразу же плохая переносимость возникает. Ну, и плюс еще два пациента в этом исследовании на фоне препарата дали ангеневротический отек, отек в инке, чтобы и было решено, что препарат, он и теоретически мог это вызывать, ну, и было решено, что он недостаточно безопасен уже, и зачем нам разрабатывать новый гипотензивный препарат, когда рынок и так полон эффективных гипотензивных препаратов. А дальше мы должны провести исследование, которое будет подтверждающим, то есть подтвердит эффект нового лекарственного препарата. Эффект нового лекарственного препарата уже лучше постараться подтвердить по истинным критериям эффективности, а не по биологическим маркерам. В английском языке можно хорошо, такое правило мнемоническое срабатывает 5D, 5D, death, смерть, disease, болезнь, дискомфорт, симптомы, неспособность выполнять какой-то физический труд, disability или там умственная способность, неспособность, incapacity и dissatisfaction, неудовлетворенность. Нарушение качества жизни. Эти параметры – это то, ради чего мы с вами и лечимся. Потому что если вас, каждого, сейчас спросить, вы знаете свой уровень холестерина? Может, кто-то сегодня с утра сбегал в лабораторию и выяснил, его оперативное желание возникло. Но большинство, наверное, не знают все-таки. Но смотрите, давайте скажем так, у вас же холестерин не болит, вам же холестерин жить не мешает. Вам мешает жить то, что мы знаем, что повышенный уровень холестерина, атерогенного именно холестерина, он связан с повышением вероятности смерти, повышением вероятности развития каких-то заболеваний. То есть, когда мы изучаем препарат для снижения уровня холестерина, мы будем всегда оценивать этот препарат по влиянию именно на эти конечные точки. А просто, если препарат обрушивает уровень холестерина, это не всегда достаточно для того, чтобы препарат зарегистрировать и начать применять. Итак, для исследования третьей фазы, для подтверждающего исследования, мы должны сформулировать гипотезу. А мы должны сформулировать гипотезу, потому что мы будем что-то с чем-то сравнивать. То есть, рандомизированное контролируемое исследование, смысл вот этих слов, рандомизированное, мы случайным образом решаем, кого в какую группу включить. То есть, непроизвольно, за нас это решает компьютер. Если бы мы произвольно это решали, мы могли бы легко сравнить клонидин с каким-нибудь современным, распространенным препаратом для лечения артериальной гипертензии. Ну, давайте проведем исследование. Мы просто в группу клонидина, а включим всех худеньких и спортивных, а в группу самого суперпуперского препарата, который сейчас везде применяется, толстых, с ожирением. Худенькие, они хоть едят меньше, но живут больше. Таким образом, у нас, собственно, эффект будет нивелирован. Поэтому мы должны случайным образом распределять пациентов, дабы не было вмешательства именно исследователя, не было субъективизма при формировании группы. Мы можем сформулировать гипотезу трех видов. У нас есть гипотеза преимущества. Там препарат, который мы исследуем, мы пытаемся доказать его превосходство над, например, старым препаратом. Мы можем пытаться доказать гипотезу не хуже. Смысл гипотезы не хуже. Этот препарат не обладает превосходством, но он не проигрывает старому препарату. Но, например, у него какие-то другие преимущества. Например, он такой же по эффективности, но лучше переносится, более безопасен. Или он такой же по эффективности, но там вообще стоят копейки какие-то сущие. И можем сформировать гипотезу эквивалентности. Препарат не хуже и не лучше. То есть, он такой же. Это, в первую очередь, эта гипотеза, она уже доказывается для воспроизведенных препаратов, для дженериковых препаратов. И вот, обещал, что мы коснемся вот этого фатального P-005. Ну, вот смотрите, вот такая вот решеточка. Вот, предположим, вот это вот у нас истина. Ну, так, я взял ее в кавычки, потому что мы не знаем истину, но это такое экзистенциальное немножечко понятие. Но это то, как на самом деле. А это тот результат, который мы получили. Какие могут быть варианты? Четырехпольная таблица. На самом деле лекарство хорошее, а мы его исследовали, получили хороший результат. Да, все довольны, все счастливы, ошибки нет. На самом деле лекарство плохое. Собственно, мы в эксперименте тоже показали, что оно плохое. Оно не лучше плацебо оказалось. Ну, я не сказал бы, что все особо счастливы, но тоже, главное, ошибку мы никакой не совершили. А вот теперь могут быть два варианта ошибки. На самом деле лекарство плохое, оно не лучше плацебо. А мы случайным образом, вот так звезды встали, так сложилось в нашем эксперименте. Так у нас пациенты подобрались случайно. Мы случайным образом доказали, что это лекарство хорошее. Это называется альфа-ошибкой или ошибкой первого рода. И вторая ситуация. На самом деле лекарство было хорошее, но случайным образом нам доказать этого не удалось. Неудачно для нас встали созвездия. Это бета-ошибка или ошибка второго рода. Иногда еще называют риск потребителя и риск производителя. То есть альфа-ошибка. Это риск того, что на прилавке аптеки появится лекарственный препарат, который на самом деле не эффективен, а эффект которого был доказан случайным образом. А здесь ошибку второго рода. Ее называют риск производителя. Это риск того, что производитель, компания, разработавшая эффективный лекарственный препарат, случайным образом не смогла доказать его эффективность. И случайным образом его не зарегистрировано. Естественно, риск потребителя должен быть ниже, поэтому по умолчанию, просто так традиционно принимается, что риск потребителя должен быть не более 5%, это вот то самое P меньше 0,05, и риск производителя берется от 10 до 20%. Это уже вопрос к дизайнеру исследования, к производителю, сколько пациентов он готов включить в это исследование. Чем больше пациентов, чем больше субъектов будет включено, тем меньше будет в итоге риск производителя пройти мимо эффекта там, где он на самом деле есть. Иначе говоря, риск потребителя или альфа-ошибка – это вероятность того, что полученные различия, например, доказательства преимущества препарата, были получены случайным образом, а не вследствие каких-то закономерностей. Вот вам картинка. Ну, просто сами это такой, у меня такая шутка такая, которая ходила по интернету несколько лет назад. Ну, я вам дам возможность просто самим подумать над этой картинкой и просто понять, почему здесь мы говорим об ошибке первого рода или ложно-положительном ситуации исследования и об ошибке второго рода или ложно-отрицательном результате этого исследования. Поехали дальше. Итак, третья фаза. А третья фаза – это как раз-таки исследование, которое ставит перед собой задачу доказать имеющуюся у нас гипотезу с уровнем, который устраивает регулятор рынка, то есть орган, который будет давать в итоге разрешение для применения этого лекарственного препарата. И третья фаза – это исследование, в которое включается от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, даже бывало, что и десятков тысяч, такие мегатрайлы проводились. Это общий принцип какой? Чем более драматичный эффект, чем больше получаемая в нами в исследовании разница, тем меньше пациентов нам придется в это исследование включать. А чем менее выражен эффект, естественно, тем больше пациентов надо включать для того, чтобы этот эффект доказать, если он не сильно значимо отличается друг от друга. Возможно ситуация, когда препарат регистрируется для применения уже после проведения второй фазы, то есть третья фаза не требуется, на основании того, что просто продемонстрировано его преимущество во второй фазе. Статистически доказать не удалось, не хватило мощности, не хватило пациентов. В каких случаях это возможно? Первая ситуация – это какие-то эпидемии. Итак, мы сейчас имеем пандемию COVID-19. Да, безусловно, если предположить, что сейчас разработан какой-то препарат для направленного лечения этого вируса, этого заболевания, то проводить исследование на нескольких тысячах пациентов, подвергая риску всех остальных, никто не будет. Препарат, скорее всего, будет зарегистрирован и запущен к применению уже на основании просто данных о его эффективности без получения доказательств. В ходе рутинного применения эти доказательства уже будут получены, ну или наоборот не получены. Не всегда все бывает хорошо. Вторая ситуация – это орфанная патология. Если у вас в мире всего лишь тысяча человек страдает каким-то заболеванием, а для того, чтобы доказать эффективность этого препарата, надо включить, не знаю, полторы тысячи человек в одну группу, а полторы тысячи человек в другую группу, ну это физически невозможно сделать. Поэтому для редких заболеваний препараты регистрируются на основании, опять-таки, данных, полученных в ходе второй фазы. Ну и третья ситуация – это условная, так называемая, регистрация. Это когда мы говорим о терапии прорыва. У нас есть какая-то патология, которая не имеет удовлетворительных терапевтических опций. То есть те лекарства, которыми мы ее лечим, они нас до конца не удовлетворяют. Мы проводим исследования и мы показываем, что предположительно новое лекарство, оно гораздо эффективнее старых моделей, старых схем лечения. Но для того, чтобы это доказать, нам нужно еще проводить исследования, включить 3000 пациентов в течение ближайших четырех лет. Опять-таки, в этой ситуации мы сталкиваемся с этической проблемой. То есть остальные пациенты остаются как бы без лечения. Поэтому здесь регулятор может разрешить условную регистрацию препарата, но он обязывает производителя за эти годы все-таки провести исследование. То есть препарат уже на рынке, он зарегистрирован на основании предварительных данных, но третья фаза проводится все равно для зарегистрированного лекарства. Дальше, перед тем, как препарат выйдет на рынок, могут быть проведены еще несколько исследований. Это так называемые исследования на специальных популяциях. К примеру, препарат выводится, искритируется почками. И дальше встает вопрос. Да, окей, мы разработали дозировки, мы разработали схему ведения для и добровольцев, и пациентов, у которых почки работают нормально. А будут ли получать это лекарство те пациенты, у которых почечная недостаточность, у которых снижение гломерулярной фильтрации, к примеру? Ну, да, к примеру, будут. Скажем, это эдогипотензивный препарат. Почему почечные больные должны быть его лишены? Или какой-то антибиотик? В этом случае мы проводим исследования, мы берем здоровых добровольцев и берем пациентов с почечной недостаточности, вплоть до тех, кто находится на гемодиализе. И проводим исследования по такому же дизайну, как при первой фазе, где мы просто сравниваем формакокинетику препарата у пациентов с нормальной функцией почек, ну или там печени, и формакокинетику препарата при различной недостаточности выведения его. И на основании этих данных делаем вывод о коррекции дозы у пациентов с патологией выведения. Либо еще один тип подобных исследований – это специальные исследования, уже этнические исследования. Мы все очень разные. И для многих молекул разные этносы, они демонстрируют разную эффективность лекарственных препаратов, разный профиль безопасности этих препаратов, разную формакокинетику. В первую очередь это зависит от генетических особенностей этих людей. Поэтому этнические исследования предусматривают сравнение формакокинетики и формакодинамики у представителей разных этнических групп. Например, берется группа японцев, потому что Япония – это большой, огромный, по-моему, 120-миллионный генетический изолятор. Берется группа европеоидных пациентов, берется группа африканцев, берется группа, скажем, азиатов. Сравнивается, насколько данная у них формакокинетика и формакодинамика, насколько она у них идентична, насколько она у них одинаковая. В конечном итоге бывает даже так, что какая-то мишень, какой-то рецептор, он просто может отсутствовать в какой-то этнической популяции или быть в нем непредставленным. Классическим примером является неэффективность ингибиторов ангидензин, превращающего фермента у африканской расы. То есть, если у нас пациент африканец, это даже в рекомендациях написано, то лечение ингибиторами АПФ у него не рекомендуется, так как он просто не даст достаточного эффекта. Препарат уже на рынке, однако же его исследования могут продолжаться. Это называется исследование четвертой фазы. Четвертая фаза – это когда препарат исследуется, когда он уже зарегистрирован, но исследуется его, возможно, дополнительный профиль безопасности, возможно, его применение у каких-либо групп пациентов. Мы сейчас имеем очень большой дефицит в понимании того, насколько эффективны многие лекарственные препараты у пожилых людей, у людей даже старческого возраста. Потому что, смотрите, все, что происходит на наших глазах, все, что происходит в Италии, почему в Италии очень большой процент тяжелого течения COVID-19, а почему у них очень большая летальность. Дело в том, что в Италии очень возрастное население, там очень много просто стариков, там большая продолжительность жизни, и поэтому вследствие инфицирования абсолютное число пациентов с тяжелым течением заболевания приходится именно на стариков, то есть на почти 28% людей старше 70-летнего возраста. Это очень большая цифра. А показатели, которые мы получаем в клинических исследованиях, зачастую получены на популяции пациентов, где верхний возраст ограничен. Потому что мы включаем пациентов не старше 70 лет, к примеру, или не старше 75 лет. Это логично, потому что у пожилых людей другой метаболизм, у них коморбидный фон, у них другие сопутствующие заболевания, они могут принимать сопутствующую терапию какую-то, чтобы не перемешивалось это все. С одной стороны, это вроде бы хорошо, а с другой стороны, данные, полученные в ходе клинического исследования, они имеют некий дефицит. Они получены на немножечко другой популяции или на более молодой популяции. И вот можно, например, провести исследование, проводилось, если не ошибаюсь, право статина, исследование у пациентов, статиновый препарат, холестерин снижающий у пациентов, именно старше 70 лет. Чуть ли не единственное исследование, которое включали именно возрастных пациентов. Или для небивалола проводилось исследование под Сокронивом Синьерс, просмотрели, насколько бета-блокаторы эффективны и безопасны у пациентов с сердечной недостаточностью старше 70 лет. То есть, вот примеры исследования четвертой фазы. И вот смотрите, какая штука получается. У нас 5-10 тысяч молекул входят в скрининг, то есть мы смотрим их на предмет возможной биологической активности. 250 из них доходят до лабораторных животных. А в среднем 5 из них в итоге доходят до испытаний на человеке. Вот эти первые, вторые, третьи фазы. И только одна молекула из пяти в конечном счете оказывается на рынке. Это очень большой отсев. В основном отсев проводится на уровне исследования второй фазы. На основании того, что недостаточно свидетельств мы получаем в отношении эффективности именно лекарственного препарата. То есть на первой фазе препараты отказываются реже, потому что... Почему мы можем отказаться от препарата на первой фазе? Плохая безопасность. Обычно мы небезопасные препараты отсекаем уже на уровне лабораторных животных. Это редкая ситуация, когда после первой фазы препарат дальше не разрабатывается. Если мы будем отказываться от него на третьей фазе, ну да, конечно, мы включили 5000 человек, полечили, оказалось, что он неэффективен. Потеряли три года и огромное количество денег, я не знаю, миллиард долларов на него потратили, к примеру. Поэтому, конечно, очень многие препараты, они сходят с этой гонки чемпионской именно на уровне второй фазы. Ну а дальше наступает момент, к которому драматически относится любой производитель лекарственного препарата, когда у него просто заканчивается патент. И вот на рынке появляются дженериковые препараты. Мы по дженерикам, наверное, будем отдельно говорить, отдельную лекцию запишем. Ну, в двух словах, дженерик – это то же самое, по сути, то же самое действующее вещество, выпущенное другим производителем, возможно, с другими вспомогательными веществами, возможно, с теми же самыми. Дженерик имеет другое название, на другом заводе, с другими условиями производства. И перед компанией, которая производит дженерик, стоит основная задача. Они должны доказать, что препарат такой же, как и оригинальный препарат, как и препарат, который на рынке появился первым. Помните, мы говорили о гипотезе эквивалентности, когда доказывается двусторонняя гипотеза – препарат не хуже и препарат не лучше. Он такой же. Для того, чтобы выпустить дженерик на рынок, достаточно провести исследование фармацевтической и биологической эквивалентности препарата. Что такое фармацевтическая эквивалентность? Мы должны доказать, что препарат содержится в таком же количестве, в такой же лекарственной форме, и что он в эксперименте, в стакане воды, используется тест кинетики растворимости. То есть мы смотрим, например, в сильно кислой среде, в слабо кислой среде и в слабо основной среде. Это имитация желудочно-кишечного тракта. Когда таблетка идет, она как раз идет от сильно кислой в желудке к слабо кислой, и потом в слабо основной дальше по кишечнику. Что препарат, скажем, растворяется с точно такой же скоростью, как и оригинальный препарат. Это такой первый эксперимент. Дальше, если все это удается, мы проводим исследование так называемой биологической эквивалентности. То есть мы берем уже человека в качестве модели, и мы должны показать, что препарат точно так же всасывается, точно так же распределяется в организме, точно так же выводится. То есть, что его фармакокинетические свойства, они идентичны оригинальному, а так как это та же самая молекула, то мы априори постулируем, что и фармакодинамика, то есть влияние препарата на организм будет точно таким же. Почему не проводится, как правило, терапевтическое сравнение препаратов? Дело в том, что это просто необязательно. Для того, чтобы доказать терапевтическую эквивалентность, нужно включить в исследование очень большое количество пациентов, затянуть его на несколько лет. А это нарушает главное преимущество, подрывает главное преимущество дженериков. Оно одно, по сути, это цена. То есть, дженерику, на приори, должен быть значительно дешевле оригинального препарата. Тогда он реально нужен рынку, и тогда регуляторы готовы немножко подзакрыть глаза на то, что данные, полученные в этих исследованиях эквивалентности, они не являются абсолютно стопроцентно надежными. Они дают нам, скажем так, гипотезу только эквивалентности. Общий принцип проведения исследований биоэквивалентности. Берем, опять-таки, здоровых добровольцев. Условно. У нас есть красная таблетка, у нас есть синяя таблетка. Мы в них кармливаем эту таблетку, берем у них кровь, оцениваем формакокинетику препарата, потом отпускаем их на так называемый отмывочный период. Помните, 5 периодов полуведения, 95% препарата вывелось из организма. То есть, этот отмывочный период должен быть больше 5 периодов полуведения препарата, чем, в принципе, на неделю, например, на 2 недели можем отпустить. А потом перекрещиваем их. Те, кто получал красную таблетку, начинают получать синюю таблетку. И наоборот, те, кто получал синюю, получают красную. То есть, один и тот же человек принимает один раз оригинальный препарат и один раз дженериковый препарат, так, чтобы все было по-честному. И вот сравниваем дальше формакокинетические кривые. Ну, математически, так строго говоря, мы сравниваем соотношение среднегеометрических максимальных концентраций и соотношение среднегеометрических площадей под формакокинетическими кривыми. Эти два параметра, эти два соотношения дают нам представление о том, насколько эти препараты эквивалентны друг другу. Здесь, ну, здесь даже невооруженным взглядом видно, что, ну, в принципе, да, в принципе, кривые одинаковые, да, то есть, концентрации волья одинаковые, площади одинаковые, ну, наверное, они все-таки одинаковые. Формально мы должны рассчитать доверительные интервалы, 90-процентные доверительные интервалы, не залезая в математику, статистику, грубо говоря, смысл, физический смысл 90-процентного доверительного интервала. Мы получили в эксперименте вот столько, например. Вот у нас соотношение дженерикового препарата и оригинального препарата, например, максимальных концентраций. Если бы мы повторили этот эксперимент 100 раз, условно, 90 раз мы получили бы результат на любом участке вот этого отрезка, равновероятно. И по 5% вероятности уходит вправо и влево. Общий смысл. Если 90-процентные доверительные интервалы от 80 до 125% этого отношения будут, препарат признается биологически эквивалентным. Для тех препаратов, у которых имеется узкий терапевтический коридор, узкое терапевтическое окно, помните, мы говорили, там, такровлимус, циклоспорин, противоэпилептические препараты, когда нужен фармакокинетический мониторинг, доверительные интервалы, они суживаются от 90 до 111% требуется доверительные интервалы. То есть, это исследование провести сложнее, там должны быть более гомогенные результаты, как правило, гораздо большее количество добровольцев в этом случае требуется. Вот смотрите, здесь в узком терапевтическом коридоре получена биологическая эквивалентность, здесь в стандартном коридоре, а вот эти три ситуации, когда здесь, здесь и здесь залезают за пределы доверительных интервалов, вот эти вот усики, в этом случае препарат, он не будет признан биологически эквивалентным и на рынке он оказываться не должен. Вот это вот о клинических исследованиях, которые проводятся именно с регуляторными целями, то есть задачей которой стоит регистрация лекарственного препарата. А теперь немножечко перейдем к более таким вот базовым, что ли, практическим вещам, с которыми мы сталкиваемся уже при рутинном использовании препаратов. Вот посмотрите, три слова. Efficacy, effectiveness, efficiency. Пока я сделаю два глотка кофе, вы можете попытаться их перевести. Что он скажет в Google Translate? Может быть, он скажет везде, что это эффективность, да, потому что так кажется. На самом деле это слова, которые характеризуют три разных параметра, точнее параметры, получаемые и характеризующие разные совершенно ситуации. Efficacy можно перевести как действенность. Это тот результат, который мы получили в ходе контролируемого эксперимента. А дальше препарат оказался в рутинной клинической практике. Насколько этот препарат в рутинной клинической практике окажется эффективен? Насколько его данные, полученные в эксперименте, могут быть перенесены на практику каждого из нас, когда мы работаем с реальными уже пациентами? Условная модель. Мы включили в исследование 10 тысяч пациентов, исследовали новый антибактериальный препарат. В ходе этого исследования препарат показал блистательные результаты, но, как и для многих антибиотиков, в ходе этого же исследования мы, скорее всего, получили штамм бактерий, резистентный к этому препарату. И когда препарат появляется на рынке, этот штамм бактерий тоже вслед за этим препаратом может проникнуть в популяцию, и мы получим уже не столько блистательные результаты. Либо приведённый пример с возрастом. Когда моя любимая тёща Светлана Алексеевна спрашивает меня, Олег, надо ли мне принимать статиновые препараты в возрасте 81 года, или не надо, я не могу ей точно ответить, потому что она сама врач, я и говорю, вы знаете, ну, данные для вашей возрастной категории, их просто нету, ни за, ни против. Поэтому назначение статиновых препаратов при условии, что у вас холестерин практически нормален, снижение его ниже целевого уровня, мы не имеем данных, насколько это хорошо. То есть, вот эти данные мы опять-таки получаем из реальной клинической практики. Или безопасность препарата у беременных женщин. Мы не можем проводить эксперимент, мы можем только оценить последствия применения препарата у беременных, тогда, когда применение это было нужно. Вот это вот эффективность уже. А efficiency – это такой показатель, который включает в себя в том числе и экономические последствия применения препарата. Есть ли деньги на применение этого препарата, насколько оно сложно, насколько это результативность, насколько трудно вводить препарат. А может быть, мы разработали какой-то препарат, но он требует жесточайшего фармакокинетического мониторинга, и он становится и для лечебного учреждения золотым, что называется, да и для пациента тоже очень сложно его применять. Когда мы проводим любое, в принципе, исследование, мы должны ответить на несколько вопросов. Кто, среди кого мы будем изучать препарат, что мы будем изучать, как мы будем получать эту информацию, каким методом, как мы будем обрабатывать эту информацию. И самое главное, когда мы уже получили результаты, мы должны ответить, ну и что с того. Да, мы получили результаты в нашем исследовании, это вследствие нашей гипотезы справедливо, либо опять-таки была какая-то систематическая ошибка, которая повлияла на результаты. И еще вопрос, насколько мы можем обобщить эти результаты, насколько мы можем перенести полученные нами результаты на всю популяцию пациентов целиком. Ну и несколько других вопросов, естественных, насколько этично это исследование, все-таки с людьми работаем, и насколько оно выполнимо. Хватит ли денег, хватит ли ресурсов, хватит ли информации, хватит ли времени? Опять-таки, есть ли в этом здравый смысл? Чтобы не получились вот эти вот, как у нас любят в прессе говорить о британских ученых. Ну, на себя бы посмотрели, ну ладно, британские ученые доказали. Окей. Есть ли здравый смысл в этом исследовании? Очень крупно, крупно нарезая эти исследования, деля их на какие-то виды, можно выделить дескриптивные исследования, описательные. Пример дескриптивного исследования – регистр, когда мы включаем всех пациентов с этой патологией и просто считаем, что у них происходит. Вот сейчас, например, я думаю, появится регистр пациентов с COVID-19, ну потому что сейчас все пациенты действительно на учете. Да, у нас нет регистра всех пациентов с гриппом, потому что их слишком много. Но пациентов с новым коронавирусом сейчас этот регистр создавать можно, и он создается. Объяснительные исследования, аналитические. Когда мы пытаемся проанализировать процесс, и прагматически, когда мы кроме этого анализа получаем какой-то практический результат. Ну, многие исследования лекарственных препаратов, они прагматичны по своей природе, просто потому, что мы же не только исследуем, но в первую очередь лечим больных людей. Есть так называемые поисковые исследования, или рыбалка, фишинг. Когда мы не знаем вообще, что произошло, что-то случилось. Вот как история с легионеллезом, к примеру, когда представители ультраправой американской организации, легионеры, собирались периодически на свои съезды, конференции, пили пиво, ругали коммунистов, потом неожиданно несколько человек из них, а потом человек 30-40, заболевают, тяжелая пневмония, не лечатся стандартными антибиотиками, поражением внутренних органов, и никто не может понять, что произошло. И возникают разные гипотезы, и все гипотезы проверяются. Там была гипотеза, что и коммунисты отравили, была гипотеза, что они пили слишком много пива, в котором содержалось избыточное количество в банках кобальта. Ну, гипоксиендуцирующий фактор сработал. Ну, в конце концов, в ходе работы с аутопсийным материалом один доктор нашел в культуре гипотоцитов в срезе печеночной ткани какие-то странные внутриклеточные включения, и появилась концепция, что это новый возбудитель, ну и, собственно, таким образом была открыта легионерла пневмонии. Ну и подтверждающие исследования, когда мы имеем гипотезу и должны ее доказать. Все исследования начинаются сперва с описанием случаев. Ну, потому что каждый случай бывает первым. Потом серии случаев. Мы можем проводить популяционные исследования, но опять-таки и случаи, и описание серии случаев, они дают нам гипотезы, мы можем предположить, и какие-то ассоциации. Мы одновременно обнаружили один и второй фактор, они ассоциированы друг с другом, мы не можем уверенно сказать, вызывает ли один фактор другой или нет, мы просто сделали наблюдение. Поэтому эти исследования еще называются наблюдательными исследованиями или обзервационными от To Observe. Их еще можно поделить. Об экспериментальных исследованиях мы уже говорили. Экспериментальные исследования – это вот те самые медицинские эксперименты. А наблюдательные исследования можно поделить еще на три группы. Поперечный срез или cross-sectional study, case control, случай контроль, и когортное исследование. Что такое поперечный срез? Данные собираются в один момент, описываются ассоциации. Это похоже на снимок. Мы сняли популяцию, мы сделали фотографию, и дальше мы посчитали, что мы имеем сегодня. Мы можем посмотреть распространенность или встречаемость какого-то признака, например. Есть калька с английского языка от prevalence-prevalentность, еще очень часто говорят. То есть, это такой скалькированный на русский язык термин. Опять-таки, сейчас о двух кальках, чтобы не путали. Превалентность – это распространенность. Это общее количество случаев в момент времени. Это те, кто, например, болел, и те, кто заболел сейчас. Превалентность COVID-19, 4 часа назад было 190 тысяч случаев. Это те, кто заболел, те, кто уже вылечился, и те, кто болеют. А есть инцидентность, заболеваемость. Она, как правило, все-таки привязывается к какому-то времени. То есть, можно сказать, что вчера в Италии инцидентность была, не помню, то ли 315, то ли 350 новых случаев в день, к примеру. То есть, это общее количество случаев, которые выявляются за период времени. Опять-таки, когда мы проводим исследование, мы должны решить, будем ли мы изучать всех пациентов, носителей этого признака или всю популяцию. Это сделать, как правило, достаточно сложно. Теоретически мы можем в какой-то маленькой стране, в маленьком городе с закрытой популяцией, в какой-то закрытой организации это провести. Но когда мы говорим о том, что мы делаем широкомасштабные исследования, мы чаще оперируем понятием «выборка». Выборка – это часть членов популяции, на которой мы изучаем какое-то явление и по которой мы делаем вывод о ситуации с этим явлением в популяции целиком. Выборки бывают разных видов. Чаще всего мы говорим о том, что хорошей выборкой является так называемая случайная выборка. Есть простая случайная выборка, как IPSM, это Equal Probability of Selection Method, то есть каждый из нас случайным образом имеет право оказаться в этой выборке, то есть наши шансы равны. А иногда мы пытаемся стратифицировать как-то эту выборку. То есть мы считаем, что нам надо включить, например, 50% наблюдений, чтобы были мужчины, 50% женщины, чтобы 50% были, например, старше 50 лет, 50% моложе 50 лет. Есть и другие виды выборки. Самая неудачная выборка – это так называемая удобная выборка. Это, скажем так, те пациенты, которые пришли к вам сами. Ну вот типичный пример удобной выборки. Мы сидим, например, в лечебном учреждении и анализируем только тех пациентов, которые пришли на прием. Мы не получаем какие-то данные, но мы не можем сказать, что они такие же, как популяция целиком, потому что они по каким-то причинам к нам пришли. А по каким-то причинам кто-то не пришел. Пример исследования поперечного среза. Такой немедицинский веселый пример. Я уже окончательно запарился, уже сижу в футболке, читаю эту лекцию. Галстука на мне нету, но примеры изначально когда-то делал с галстуками. То есть парни в галстуках выглядят очень надежно, имеют очень часто много денег. Зададим вопрос, имеет ли отношение галстук к доходу? Давайте проведем исследование. Возьмем некую выборку, возьмем тех, кто носит галстук. Назовем это признаком галстук плюс. Назовем тех, кто не носит галстук, галстук минус. Кто-то носит часы, бригет, это вообще не такие статистические выбросы у нас. Ну и поделим всех на уровень дохода. Например, мы считаем, что 90 тысяч это большой доход, хороший доход. А меньше 90 тысяч это не черта бедности. Но в Москве это достаточно трудно прожить уже становится. Вот, по крайней мере ограничивать себя приходится. То есть доход плюс, доход минус. Доход плюс, доход минус. И дальше строим такую четырехпольную таблицу. Галстук плюс, доход плюс считаем проценты. Галстук плюс, доход минус. И так далее. А дальше считаем, вот это вот то самое P, значимость вот этих вот различий. И вот нам там программа показывает, что статистическая значимость есть. И явно те, кто носит галстук, они явно имеют более высокий доход. И вот здесь мы вроде бы доказали, показали что-то. И данные получили статистически значимые. Но мы не можем сказать, а что произошло вперед. То есть яйцо или курица. То есть у нас сперва доход вырос, и люди наконец-то научились завязывать галстуки. Или они научились завязывать галстуки, и им за это деньги начали платить. То есть ассоциацию описали, а причинно-следственную связь проанализировать не можем. Быстро-дешево, да. Но недостаточно для окончательных выводов. Следующее исследование. Случай контроль. В чем принцип? Сперва находим здоровых. Больных, простите. Больных, носителей какого-то признака. Находим здоровых, сопоставимых. Таких же мальчиков, только-то мальчиков, только-то девочек, похожий возраст. А дальше оглядываемся и анализируем факторы, которые лежали в основе того, что у них прогноз разошелся. Одни заболели, вторые остались здоровыми. Исследуем случай контроля с тем же галстуком. Берем энное количество приличных членов общества и хоба таких людей в драных джинсах. И смотрим за последние пять лет, сколько галстуга дней, например, они провели. Вот видите, вот здесь вот так, а здесь получается вот так. Ну и на основании этого исследования делаем вывод, что все-таки вот такой стиль одежды, к примеру, приводит к таким не очень блестящим последствиям. Вот исследование случай контроля. Давайте такой серьезный какой-нибудь медицинский пример приведем. Например, мы не можем поставить эксперимент и сказать, давайте там одним беременным женщинам давать один препарат, а другим другой препарат. И посмотрим, что у них в итоге родится. Кто же нам позволит такой эксперимент проводить? Это вообще неэтично. Но с другой стороны, мы можем провести исследование какое? Мы берем женщин, которые родили детей с какой-то патологией развития. И берем женщин, которые родили нормальных здоровых детей. И дальше анализируем за 9 месяцев предыдущие, какая группа что получала. И вот возможно мы в этой ситуации найдем, что там превалирование какого-то лекарственного препарата. Так в свое время, например, было показано тератогенное воздействие от алидомида. Хорошо подходит при редких исходах. Можем оценивать множественные воздействия. Можем более серьезные гипотезы выставлять. Опять-таки достаточно быстро и дешево. В чем проблема? Это происходит не на наших глазах. Мы не можем оценивать многие факторы. Мы оцениваем только один исход. Наличие болезни. Рождение здорового ребенка или ребенка с патологией. И высокая подверженность систематическим ошибкам. В чем проблема? Мы не наблюдаем процесс в ходе этого исследования. Мы оцениваем данные ретроспективно. То есть, мы, например, интервьюируем мать, которая родила ребенка. Если она родила ребенка с патологией, у нее развивается немножко комплекс. И она пытается копаться в своем прошлом. Она пытается вспомнить все, что она принимала. Я не знаю, где что выпила. Кто-то рядом не тем на нее, но не знаю, курил. То есть, она вспоминает все. И более того, она может вывалить нам в ходе этой информации даже те лекарства, которые она принимала задолго до беременности. А женщина, которая родила нормального ребенка, там другая проблема. У нее доминанта беременности перешла в доминанту лактации. Она к интервью подходит формально. Дай бог, чтобы она 50% лекарственных препаратов вспомнила. То есть, это называется recall bias или ошибка воспоминания. Мы рискуем здесь. Мы доверяем памяти нашего респондента или пациента и медицинской документации. И очень много вещей они пройдут мимо. Например, биологически активные добавки. Они не записываются в истории болезни. И пациент может вообще решить, что не надо сообщать врачу о том, что он какие-то БАДы принимал. А это порой серьезная проблема. Когортные исследования. Делим субъектов условно на подвергнутых воздействию и не подвергнутых воздействию. И дальше начинаем наблюдать в будущем. Проспективно уже. Вот, например, делим субъектов на тех, кто носит галстук. И тех, кто галстук не носит. Наблюдаем за их карьерой в течение 5 лет. И смотрим, во что они в итоге через 5 лет превратились. А когорты могут быть динамические, могут быть фиксированные. То есть, динамическо она приобретает членов новых, теряет своих членов. Фиксированная когорта. А это когорта, которая создалась в нулевой момент времени. Ну, к примеру, не знаю, Чернобыльский взрыв на Чернобыльской АЭС. Или Хиросима и Нагасаки. Одномоментно практически сформировались когорты людей, экспонированных, подвергнутых воздействию радиации. А чем хорошо когортное исследование? Сильное исследование, да? Потому что все происходит на наших глазах. Мы можем оценить заболеваемость. Нам понятно, что было сперва, что потом. Нет ошибки памяти. Все, опять-таки, мы отслеживаем процесс. Можно оценить изменяющееся влияние. Той же самой радиации, к примеру. Разные исходы могут быть. Можем оценить исходы. А конфаудинги чуть позже. Проблемы долго, дорого. Редкие исходы, их просто приходится ждать. Могут быть изменения влияния. Можем пропускать субклиническое течение заболеваний. И со временем в когортных исследованиях есть такое тришин понятие. Популяция истирается. Они куда-то деваются, эти пациенты. Выезжают, выходят из исследования. Когорты могут перемешиваться. К примеру, мы оцениваем безопасность применения гормональных контрацептивов. У нас есть когорты женщин принимающих и не принимающих. Потом эти перестали принимать, эти начали принимать, они смешались. То есть, в конечном итоге, через несколько лет, у нас кристаллизованные из когорты получаются, дай бог, 10%. Поэтому когортные исследования хороши тогда, когда мы включаем десятки и сотни тысяч наблюдений. Что грозит результатом наших исследований? Во-первых, есть такое понятие валидность или достоверность. Не путайте с статистической значимостью. Валидность, внутренняя валидность. Группы отбираются, изучаются так, что наблюдаемые отличия относятся именно к объекту их изучения. Ну, к примеру, я вам просто приведу пример такой простой. Вы мне все сейчас начинаете мерить артериальное давление. Мне так, глядя в глазки на камеры, конечно, трудно себе представить, но все-таки. И мое давление, оно меняется. Вы получаете разные результаты. Не только в зависимости от того, как я реагирую на того, кто мне давление мерит. Но и от того, каким образом вы мерите давление. Кто-то мне руку кладет, кто-то на весу ее будет держать, кто-то будет манжетку правильно накладывать, кто-то будет накладывать, как Бог на душу положит. То есть, вот это невалидно проведенные измерения, то есть, недостоверные измерения. И в любом исследовании мы можем в силу объективных или субъективных обстоятельств такие измерения получать. А есть еще внешняя валидность. Это то, насколько собранные нами в исследовании данные могут быть обобщены, перенесены на всю популяцию целиком. Насколько наша выборка репрезентативна, не было ли у нас какого-то перекоса. Итак, есть понятие ошибка смещения. Это, ну, как бы, байос. Байос, термин перешел уже в русский язык. Ну, опять-таки, скалькировали, как говорят, пуристы загрызнили русский язык. Ну, байос, он и есть байос. Это источник систематической ошибки. Это не субъективная ошибка. Это ошибка, сделанная, как правило, в связи с каким-то неучтенным фактором. Какие-то другие факторы. Например, мы находим два фактора одновременно, но не можем сделать правильного вывода о том, что они зависят от чего-то другого. Это называется конфаундинг. Могут быть так называемая ошибка наблюдения, ошибка наблюдателя. Расхождение исследователей, как в примере с артериальным давлением. Ошибка в общении, атомистическая ошибка. Например, можно вести здоровый образ жизни, не заниматься спортом, пить, курить, вести разгонный образ жизни, но при всем при этом дожить до 95 лет и ныреть у соседки. Это атомистическая ошибка. Это не значит, что у этого человека образ жизни может быть перенесен на всю популяцию. Это единственный случай, исключение из правила. А экологическая ошибка наоборот. Заниматься спортом, быть пуристом, вести здоровый образ жизни, но при этом в 45 лет получить обширный инфаркт миокарда. Ну и есть понятие случайная ошибка. Целая наука есть об ошибках. Здесь перечень разных ошибок. Мы не будем сейчас на лекции перечислять все эти ошибки. Просто потратьте время, загляните, почитайте в Википедии. Очень многие эти ошибки, они прекрасно описаны в Википедии. Это достаточно интересное, кстати, чтиво. Например, для того, чтобы оценить, понять, что такое ошибка Бергсона или парадокс Бергсона, там действительно надо немножко зависнуть над этой статьей и рассмотреть проведенные там примеры. А два слова в отношении конфаундинга. Вот смотрите, мы говорили о том, что галстук и доход каким-то образом имеют ассоциацию. И сделали заключение, что, наверное, дресс-код определяет высокий доход. Вот такая вот штука. Но у нас при всем при этом есть еще другая ситуация, когда высокий пост, занимаемый человеком, начальник, человек-начальник, определяет его дресс-код. Ну, потому что ему на работу нельзя ни в костюме, ни в галстуке ходить, там строгий дресс-код у него в его высокопоставленном учреждении, высокопоставленном ведомстве. Таким образом, на самом деле, его высокий доход был определен не дресс-код с соблюдением им дресс-кода, а как раз-таки высоким постом. То есть это влияло на высокий доход. То есть дресс-код ассоциирован с высоким доходом, но влияние оказывает именно высокий пост. Ассоциация есть здесь, ассоциация есть здесь. Но здесь ассоциация связанная, то есть высокий пост требует вот этого, и высокий же пост дает высокий доход. А здесь этой ассоциации нет. Мои шведские коллеги, наверное, меня сейчас здесь не поймут, о чем я говорю, но ладно. Ладно, классический пример, такой забавный, самый мой любимый. В 40-е годы в Европе падает популяция аистов. В 40-е годы, в начале 40-х годов прошлого столетия в Европе низкая сравнительная рождаемость. А бэби-бум 50-х годов совпадает с резким ростом популяции аистов в Европе. Ассоциировать, да? То ли аисты приносят детей, то ли дети приносят аистов. В общем, кто-то кого-то приносит. На самом деле понятно, что война не до детей, плюс и аистам не нравится, когда стреляют, когда много взрывов и так далее. У пациентов ишемической болезнью сердца часто бывают желтые пальцы. Можем сделать предиктор, что цвет пальцев – это предиктор ЭБС. Ну, на самом деле, что курение, да? А в исследовании случая контроль выявлено, что у пациентов с раком легких выше уровень потребления алкоголя. Можем сделать вывод, что алкоголь провоцирует рак легких? Можем предположить. Но на самом деле уровень потребления алкоголя зачастую соответствует с более интенсивным курением. И ассоциация здесь идет как раз-таки через курение. Вот примеры конфаундинга. Ну, вот здесь вот сделайте вывод в отношении синдрома Дауна и количества братьев и сестер. Сделайте вывод сами, что является истинной причиной этой связи. Ну и, наконец, буквально в двух словах про систематический обзор. Систематический обзор – это такая альтернатива нарративному или хаотическому обзору. То есть, для очень многих препаратов, для очень многих вмешательств, для очень многих патологий мы имеем довольно большое количество разнообразных публикаций, которые описывают результаты разных исследований. И если мы будем просто выборочно брать какие-то публикации, например, мы возьмем только хорошие публикации про какое-то лекарство, а про плохие условно публикации, где написано, что препарат не действует, забудем и опубликуем это. Ну, такой обзор – это не более того, не более чем некое литературное упражнение. Сравнивая эти обзоры между собой, мы можем сказать, что этот написан более живым языком, этот менее живым языком, но их научная методологическая ценность примерно равна и приближается к нулю. А систематический обзор – это когда мы определяем, по каким критериям эти исследования мы будем включать в свою работу, формируем строгую методологию работы. И вот сейчас говорят о метаанализе. Метаанализ – это один из инструментов систематического обзора. Вот смотрите, это пример взят по одному из систематических обзоров возможности применения анистероидного противовоспалительного препарата. 989 исследований всего нашли, результаты опубликованы. Там потом посмотрели, некоторые исследования данные дублируются, там один журнал написал другой, ну, какое-то количество исследований выкинули, оставили 137. Из них только 36 исследований были признаны, что называется, привычными, там группа контроля и так далее. Ну и дальше по определенным признакам из них исключили еще 16 исследований, и осталось только 19 исследований для анализа. Вот, то есть, когда через вот это вот решето прошли не все исследования, а только качественные исследования, но критерии качества этих исследований были прописаны заранее. Общий смысл метаанализа. Вот, например, у нас есть 10 исследований, которые включали от 40 до 100 человек в каждое исследование. И нам не хватает статистической мощности, недостаточно пациентов, чтобы что-то доказать. Давайте попробуем, если это возможно, объединим всех пациентов. Например, у нас в этом исследовании все получали какой-то препарат, давайте объединим их в одну группу и посмотрим количество исходов. И сравним с теми пациентами, которые были включены в те исследования, которые не получали этот препарат. То есть, у нас было 5-10 исследований от 40 до 100 пациентов, а когда мы их суммировали, получилось 1000 в одной руке и 1000 в другой. И статистическая мощность у нас сразу повысилась. Для того, чтобы читать данные метаанализа, достаточно просто разобраться вот в таком графике. Это так называемый forest plot. То есть, общий смысл. Ну, здесь пример того исследований, которые проводились на витамине Е, насколько эффективен витамин Е. Там большие дозы, малые дозы и в общем. А смотрели именно выживаемость. Ну, смотрите, смысл этого forest plot. Во-первых, надо разобраться, где у нас разницы нет. Вот эта вот линия посередке, это значит, разницы нет. Все, что доверительными интервалами ее цепляет, в этих исследованиях статистически значимой разницы не получено. Потом разбираемся, где лучше, где хуже. Вот здесь написано, витамин Е лучше. Вот здесь написано, витамин Е вредит. То есть, вот эти вот исследования, вот это исследование, вот это вот исследование, например, они показывали, что витамин Е хуже. Вот это исследование показывало, что витамин Е лучше. А дальше вот просуммированные данные. Вот видите, суммированные данные, они цепанули вот эту вот линию водораздела. То есть, результат метаанализа витамин Е ни туда, ни сюда. Но при этом тут еще было две подгруппы. Малые дозы витамина Е, видите, вот этот ромбик, то же самое, не то, не сё, на выживаемость, на смертность не влияет. И неприятная для витамина Е ситуация, большие дозы витамина Е. А вот большие дозы витамина Е, для них было показано, что они даже могут повышать летальность. Кстати, поэтому на основании этих данных, применение больших доз витамина Е, от них уже отказались. Вот принцип восприятия любого метаанализа. То есть, вот этот график Forest Plot, он очень хорош для понимания, просто для визуального впечатления. Ну и, наконец, я очень много сказал про доказательную медицину, что исследования, что всё супер. Но всё-таки давайте немножко не зацикливаться, потому что у нас есть индивидуальные какие-то случаи. Это шуточная статья, рекомендую её найти и прочитать самостоятельно в британском медицинском журнале. Использование парашюта для предотвращения смерти и серьёзных травм связано с гравитационным воздействием. Систематический обзор рандомизированных клинических исследований, в который был сделан вывод, что в связи с отсутствием рандомизированных клинических исследований, окончательные выводы о влиянии парашюта делать не приходится, невозможно пока. То есть, давайте всё-таки к некоторым аспектам медицины не относиться вот так же. И, знаете, у молодых особенно докторов, там через последнее время появилось такое презрительное слово в лексиконе фломицин. Очень мне не нравится, они так через губу некоторые лекарства фломицинами называют. Ну, ребят, слушайте, в конце концов эти лекарства появились на рынке. Некоторые из них тоже не просто так. И если не удалось чего-то доказать, ну, давайте я вам назову один препарат, по которому у вас, наверное, вопросов не возникает. Вот вы морфином обезболиваете пациентов с острым коронарным синдромом. А не было ведь исследований, которые показали бы эффективность морфина при обезболивании при остром коронарном синдроме? Ну, как вы проведете рандомизированные исследования? Одним будем морфин вводить, другим физраствор, что ли? Так что не надо, наверное, спешить и ставить клеймо. А вообще, к вопросам принятия решения, ну, такие три принципа есть. То есть, когда мы сталкиваемся с конкретной ситуацией, мы должны сперва поискать, конечно, поиск наилучшего доказательства. Смотрим клинические рекомендации, смотрим, есть ли данные метаанализов, клинических исследований. Оцениваем конкретную клиническую ситуацию и применимость этого к пациенту, и оцениваем условия применения этого всего. То есть, к экономической модели, к среде, к собственной экспертизе. Потому что если вы что-то не умеете делать, вряд ли вы можете это применить. И дальше решаем. Ну, и последняя такая существенная рекомендация. Опять-таки, про чтение статей. Самый простой алгоритм оценки статей. Экспериментальная шкала ХАДАТ. Задаем вопрос, было ли исследование рандомизированным. Да, даем один балл. Двойное слепое. Супер, шикарно. Если да, то еще один балл. А описывалось ли, что делали с пациентом, который выбывает из исследования. Еще один балл. Ну, и два дополнительных балла. Каким образом была проведена рандомизация, описано ли это. И каким образом было проведено ослепление. И если от 3 до 5 баллов, к этой работе вопросов нет. А если количество баллов меньше трех, ну, задумайтесь о том, насколько это исследование проведено качественно, и насколько полученные в нем данные надежны, и насколько на них можно опираться. В принципе, у меня все. Безусловно, мы продолжим серию этих лекций. И я, и я надеюсь, что мои коллеги меня поддержат в этом. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете со мной связаться в любое время. Социальные сети или email вам в помощь. Я тут даже, видите, телефон написал. Ну, и опять-таки, QR-код, который был в начале этой лекции, позволит вам все эти слайды просто скачать. Спасибо большое. До свидания.